Здравствуйте, товарищи! Вспоминая некоторых товарищей, приходят на ум такие слова, что осыпаются пионы, если пройти мимо них в саду. Приходят на память такие выражения и изречения, что самому бывает стыдно, потому что каждый взрослый человек может вспомнить парочку эпизодов и лиц, которые ему доставили в жизни немало неприятностей. И поэтому для человека приличного, хорошо воспитанного всегда остается большая проблема, как правильно ругаться на таких людей, как реагировать. И я, например, в свое время брал уроки у одного старенького монаха, который всегда оставался в берегах, и если его кто-то доставал, как говорят молодые люди, он позволял себе только фразу «чтоб тебя подняло да опустило». Такое было у него выражение. И в Беларуси немало таких гуманных проклятий. Например, одна старушка говорила старинное белорусское проклятие, чтобы у тебя в доме было 40 комнат, и в каждой комнате по кровати, и чтоб тебя по этим кроватям носило туда-сюда, туда-сюда. Согласитесь, редкое проклятие согласуется с правилами техники безопасности, а здесь можно сказать, что и пар выпустил, и человека не обидел. И вот это слово «обида», «обидчивость», оно практически у каждого человека живого вызывает отклик, потому что, какими бы ни были оптимистами, как бы мы хорошо не смотрели на этот мир, но с большим трудом бывает пройти, приходится человеку, проходить человеку через обидчивость, через обиду, потому что мир так устроен, что нас обижают, нас обижают близкие, дальние, мы даже обижаемся на Бога, на друзей, потому что в жизни есть предательство, боль. И если бы мы были статуями, наверное, обида переносилась бы очень легко, но статуи не дуются и не краснеют, а вот человек, живой человек, он чувствует боль, потому что жить — это больно, это тяжело, и как пел один мудрый поэт петербургский Евгений Клячкин, как непрочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки, значит, неизбежно гасит нашу нежность, нашу нежность тяжесть чьей-то руки. Каждый человек в детстве доверчив, он открыт, он ожидает, что мир бросится ему в объятия, но происходят такие истории, о которых ты вспоминаешь с большой болью. Как быть? Как из этого выйти? Мне кажется, самый первый шаг, который должен сделать человек, переживший такое состояние обиды, — это признать, что я обижаюсь. Людям верующим, особенно верующим, свойственно некоторое благочестивое кокетство. Мы делаем вид, что все хорошо, ничего страшного не произошло, замечательно, я не обиделся, я совершенно не обиделся, а вечером сидит человек и воет в голос от обиды, потому что не надо себя обманывать. Борьба с обидой, переживание обиды начинается с того, что ты признаешь, что тебе больно. Это действительно с тобой произошло. Второй момент, связанный с обидой, надо честным быть не только по отношению к себе, к своим чувствам, но и честным по отношению к человеку, который тебя обидел. И сказать, да, он совершил подлость, если это было на самом деле. Не нужно кокетство это распространять в том числе и на человека, который доставил вам боль, неприятность, предал вас, растопстал ваши самые нежные чувства. Нужно честным быть и говорить об этом честно. Это второй момент, и третий пункт, который мне очень-очень помогает, хотя это, наверное, прозвучит очень экстравагантно, я забываю очень быстро обиды, и я заметил, что это мешает мне их правильным образом изживать. Поэтому я себе завел злобный конверт. Что это такое злобный конверт? Читая как-то апостола Павла, 2-е послание к Тимофею, я нашел строчку в 4-й главе, где он говорит, что «Александр Медник причинил мне очень много зла, да воздаст ему Господь в день он». И дальше он своему ученику Тимофею приписывает «И ты берегись его, потому что он сильно, много противился Слову Божию». То есть апостол Павел — святой человек, образец благочестия, богослов и мудрец. Он записал имя и преступление человека, которое совершил против него очень горькое огорчительное действие, огорчение, как это в апостольских текстах называется. И я подумал, если апостол Павел записывает своих обидчиков, почему бы мне не записывать? Я завел себе вот этот злобный конверт, где полно карточек, каждая из них пронумерована, там стоит дата и место, где, где, когда, кто против меня совершил какое-нибудь злодеяние. Звучит совершенно не по-христиански, но мне очень помогает, потому что среди этих карточек есть и мои ошибки. Почему я себе позволяю пользоваться этим конвертом, почему он мне помогает? Потому что я заметил одну важную вещь, когда наблюдал за собой обиженным, а я очень впечатлительный человек и очень быстро обижаюсь, я обидчивый, я обидчивый человек. Мне легко ранить, как и, наверное, большинство людей, выросших в городе, а у городских жителей порог чувствительности к боли более высокий, чем у нормальных жителей деревни, детей полей, у людей, которые ближе к природе, у них и чувствительность правильным образом выстроена. Я заметил, что если перенести опыт обиды из поля эмоций и своих внутренних размышлений в поле работы и дела, тогда эта болезнь очень быстро проходит. Что я имею в виду? Это обязательно нужно тщательно разъяснить. Для меня этот злобный конверт — это не памятник злопамятству. Я отмечаю эти все проступки, эти сложные для себя ситуации, чтобы сделать выводы относительно того, где я себя неправильно вел и с каким человеком мне не надо иметь дело. Я на него не обижаюсь. Я просто знаю, что этот человек может подвести меня в самый неподходящий момент. И самое странное, что перебирая эти карточки, у меня действительно проходит обида. Я не чувствую никакой злости к этим людям. Я перенес свою обиду в поле рабочих отношений. И сразу исчезли все мои эмоции, депрессивные состояния, обида на Бога в том числе, что Он меня окружил такими людьми ненадежными, гнилым народцем, как некоторые выражаются. Нет. Нужно помнить, что мы живем в этом мире, который действительно испорчен. В нем есть подлость, есть обман, есть боль. Это нормально для нашего ненормального мира. Не нужно себя обольщать. Поэтому я считаю, что обида — это детский грех. Это состояние человека, который не позволяет себе быть взрослым и принимать всю трагичность этого мира. Потому что если мы понимаем, что мир болен, люди в нем болеют, мы учимся снисходительности. Я неоднократно видел, как люди, которые меня обижали, люди ненадежные, они менялись и потом становились моими друзьями. Я сам неоднократно обижал людей, потому что нравственно неустойчив, как и многие из нас. И вместо того, чтобы корить себя, прятаться где-то в уголке, стыдиться себя, я должен сделать работу над ошибками. Потому что свои обиды, те, которые я причинил людям, и те обиды, которые мне причинили люди, я должен перенести в область работы, труженичества. Вот такое старинное, красивое слово. То есть мы здесь живем не для того, чтобы ныть, а для того, чтобы работать. То есть сделать жизнь лучше, чтобы оставить этот мир после себя более совершенным, прекрасным, добрым. А если речь идет о взаимодействии с людьми, о соработничестве с людьми, нужно просто смотреть, с кем ты работаешь, кто тебе может помочь и так далее. А не созерцать бесконечно свои обиды, которым уже 10 лет, 20, 30, 40. Мы никак не можем простить отца или брата или дядю. Зачем это все? Если это мешает нам трудиться, если это мешает нам нашему творчеству. Поэтому, друзья мои, меньше боли, больше радости, больше труда. Человек, который трудится, он реже обижается. Человек, который видит возможность улучшить этот мир, он понимает, что мир, к сожалению, болен. Люди вокруг него больны. Он не ждет от них ничего сверхъестественного. Он понимает их заболевания. Поэтому эта работа, этот труд делает его мудрее. А мера мудрости есть мера снисходительности. И это очень утешает, успокаивает и помогает нам справиться с обидчивостью, этим детским грехом.